сейчас внимание еще одно наконец-то есть же бог на свете мне все кто-то помогает я когда специально все не случайно десятки случаем того что все идет работа специально дальше смотрите и так вспоминаем давнишнего сколько лет я толпы сил десятки раз когда я наконец зная что продают десятки и сотни тысяч саженцев абрикосов привитых на вишню в скобках бесею еще раз скобках песчаная вишня чаще всего она вот естественно что все это помирает оплодошение большая часть но я мечтал увидеть дерево которое на самом деле выросла на подвое вишни взрослое дерево и дала плоды только не смотрю на эти фотографии это не то я специально интригует ну вот нашел нет ребят женщина показывает свое кино я взял восстановлю и фотографирую итак а это сеянцы просто из косточки вырастила подчеркиваю из косточки она непривитая выросла абрикосы среди крупные назовем и так достаточно культурные вкусные тогда и это нормально кроме этого она раздобыла причем сказать где опять тот же самый питомник несколько лет назад кто-то может я не буду называть его есть причины когда-то я дружил с хозяином этого питомника и вот он на свете если пор ни разу не назвал но вот у меня друг то есть она дороже я хочу знать правду и вот она берет не ведая что творит то есть ведает она купила и решила что у меня теперь будут и они растут и у нее несколько деревьев смотрите внимательно нормально дерево а вот это как раз прививка абрикосы дерево это мощное смотрите на ту самую вишню и только когда она получила вот это вот внимание до нее дошло а это во первых почему дошло во первых караул вишня она бы не говорила караул но как она сама пришла к такому мнению что это вещи не могла выкормить дерево и получить урожай видеть это все без рожая умница то есть она хвалит свои собственные вот руками от а вот это вот что вы видите это что раскурсные абрикосы даром все из крупнейшего россии питомника ну еще это а урожай какой это не все дальше деревья падают внимание падают на месте прививки переламывается то есть я все равно недолго наконец-то я увидел взрослые дерево абрикосы впервые в жизни значит их единицы наверно вообще из сотен тысяч остальное то номер то я не скрываю это я уверен сто процентов потому что это кустарник а если это выжило то что она дала ради этого она купила садись вот ради вот эти десяти мелких 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 что и продали дальше падает дерево у него по моменту упала несколько об одной пошел и что он дал правильно теперь вы можете мне верить если ей не верите я железу подтверждаю это бесея это песчаная вишня это кустарник долго продержался смотрите вот и все вот это один из моментов ради чего я провожу вебинары почему правильно обратно связь пусть не она но кто-то из вас мне кажется ватсап взял и пришел вот это вот самый фильм я фильм препарировал внимательно и высушил и вам пересказал теперь многие их увидели от фирм а теперь увидите вы все вы все мои друзья здорово да вот ради этого и живем история не кончилась я пусть не для вас пусть сам набираю название питомника я знаю наизусть я набираю сайт ттт такого питомника нахожу абрикосы там их штук двенадцать так или если я не путаю с другим потому что есть еще один питомник который еще меньше мне нравится тот чисто мошеннический а эти хоть продают заметили свое продают я вот за это их уважаю другое дело что от их работы ей как козлу молока примерно столько же пользы дальше я захожу на их сайт открываю абрикосы вижу фотографии ну-ка догадайтесь откуда фотографии правильно первое дело что проверил абрикосы за интернет то есть крупнейший питомник до сих пор не мог вырастить а это русские вы знаете так как мы их-то много что там вот смотрите вот их пожалуйста привитое дерево привитое вот видите вот а фотографии у них вот а я беру найти похоже в яндексе нахожу еще сутки в полсотни вот это есть раз вот и самое главное один раз это когда-то много-много лет назад возможно до вебинара возможно на первый год вебинар уже пятый год с вами мучимся вы со мной мучитель вынуждены слушать дарчей тут не скажу что абрикосы все рослое что у них все в качестве подбое просто и дадут только росли абрикосы вспоминаем ну наверняка хоть несколько всех должны помнить есть люди которые за мной следят еще за десять лет до начала первого интернета еще когда это когда 200 статьи напечатал вдруг сибирские газеты 200 200 вы понимаете и с тех пор следят и что там было в реках еще не правы вот пожалуйста сайт это же самый сайт этого же питомника и написано абрикос привит на полукарликовый подвой вот он а потом были наши разговоры там за мной следят там меня знают я знакомился с их агрономами помню было дело ко мне приезжали за черенками приезжали правда почему технологии не интересовало но черенки интересовали это было я говорю с этим и что хотя бы один питомник в россии единственный заинтересовался моими этими клонами и вот смотрю сайт современный а я тогда поискал на сайте да так и написано по двой полукарликовый про вещи не слова попробуй напиши что они дураки напиши лишнего люди тоже испугаются покупать полукарликовый то есть женщина которая прочла слова полукарликовый фотографии есть они те старые времена были только искать невозможно они похоронены в груди других фотографий и исчезло это слово вот вчера открывал исчезло слово полукарликовый подвой потому что на самом деле она-то подумала что существует полукарликовый абрикосы а и очень хотелось иметь абрикосы карманы чтобы не вставая на сыпочка дотягиваться до плодов разбежалась вот затягивайся пожалуйста только вместо абрикоса вот все что осталось а а а а а а а а а Продолжение следует...